Яна, Яна, а який у меня пароль на Фейсбуке? День рождения ваш. Подожди, а обычный день народжения, чи той, коли меня за взятку взяли и потом оправдали? Тот, когда вас откачали от передозняка кокаина. А, так то шостый, что ты запомнить не можешь. Так, то был тридцать первый. Егор Григорьевич, клаваш пиар-менеджер. Ой, знову цей пиар. Господи, что без него не можно? Евгений, душа моя, день добрый. Недобрый, Егор Григорьевич, недобрый. А шо трапилось? Вы перестали общаться со своими избирателями в соцсетях. Я пароль забываю. Я ж вам сказал, поставьте какую-нибудь дату день рождения или другое важное событие для вас, и не парьтесь. Евгений, душа моя. У меня с тією владою только за останний рік было шесть значимых событий. И какой из них более значимый, я даже сам не знаю. Я вас понимаю, но вы должны регулярно твитить. Евгений, дякую тобі, що ти переживаєш за мене. Дякую. Але все нормально, почки вже работають. І я твитю так, що дай Бог кожному. Рад за вас. Ну, я по другому вопросу. По якому? Я по поводу отжимання. О! Все, треба було починать. Отжимання я люблю. Отжимання – це класна штука. Що будем на этот раз отжимати? Завод? Чи може фірму? Чи земельну ділянку? Нет, я по поводу вашого отжимання. А шо таке? А хто у мене що хоче віджати? Я ж зі всіма ділюся. Да нет же, видео, на котором ви должны були віджатися 22 раза. Помните? Ой, помню. І вот його придется переснять. Ні-ні-ні-ні-ні, нічого переснімати не надо. Там нормально все не надо. Єгор Григорьевич, там видно, що ви віджались всего один раз. А потім видео зациклили. Що, сильно видно? Да, там мужик зад-вперед ходит на заднююху. Покажу так і буває, людина щось забула і вернулася. 22 раза. Ну може і слухай, яка різниця? Заметят, не заметят, давай в інтернет його і мать його так. Да ви що, нельзя таке викладывать в інтернет. Тим більше, у вас вже є один прокол. Який прокол? На крещение, коли ви вместо прорубя нырнули в бассейн на Шри-Ланке. Так, ну ладно. Єгор Григорьевич, придется отжаться. Слухай, ти мені ось скажи чесно. Це МВФ нові вказівки прислав? Що, типо, дадим транш тільки після того, як ми тут будем робити полний дебілізм? Ми і так багато робимо. Ну що ти? Данець же, це з Америки прийшло. Знову ця Америка. З Америки краще прошло 22 мільярди доларів. От тоді в Кабміні не то що отжиматься начали, вони там рандат фляхсальто, рандат фляхсальто 22 рази в день. Пойміть, ця хрень про 22 рази дуже важна для політики країни. Слухай, ну не обязательно же отжиматься 22 рази. Я можу покормити рибок 22 рази. Єгор Григорьевич, давайте отожмемося. Давайте. Слухай, ну а може двойника найдемо? Нет. А комп'ютерна графика це дуже дорого? Дорого і заметно буде. Слухай, може я просто денег дам? Все ваші вже віджались і відсчитались. Прямо все? Все. От я тебе звик не тянув. Зараз я позвоню Колі. Коля, не под одну владу не прогибався. Коля, здоровчик. Слухай, а ти вже 22 отжимання, ти забив чи повівся? Отжимався? Руки боліли 22 дні? Нічого собі. 22 капельниці поставили? Буїла, ти чу? Слухай, а серед наших є такі, хто не засцав і відказався? Твой шеф? От глиба, а? От щас іще більше його зауважав. І що, і що було? В Київ вызвали. А що потім? Дупа боліла 22 дні? Оня, Коля, я передвоню. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, що, приступим? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я ж не можу так без розмінки. Так, подожди. Ось, раз, це, ось. Слухай, а давай я ось так до стінки стану? А ти камеру, як будто она лежить. Ось так вот. І я такой, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А? А, как ви об'ясните людям, що у вас портрет президента на полу лежит? Що ти притираєшся? Ой, господи, ладно, отут, стой. Отут, стой і снімай. Все, зараз буде. Ключа, ага. Я, губернатор Єгор Григорович Крутоголов, приймаю челендж. І зараз віджмуся 22 рази. Раз. Два. Три. Чотири. Та ти шо, ти з біцелят снімаєш? Я тут славу там стоять. Ну шо ти? Григорий Григорьевич, надо так, щоб вас видно було. Коли буде видно, тодо буде стыдно. Не надо, не надо это снімати. Давайте вы здесь лучше отожмётесь. Давайте, давайте, давайте. Ну а вот, допустим, я отжался. Допустим. А кому его передавать? Ну как кому? Всем, кому угодно. Сейчас все отжимаются. Ага, все. Даже вильницкие. Ну да. Вообще авторитетов не осталось. Готов? Да. Слухай, а шо ти думаєш насчёт моєго фото, як я отжимаюсь? Ну і як люди поймут, що ви отжались 22 рази. А ми фотку запостимо 22 рази, а оно як мультик получится. Нет, надо видео. Давайте. Ё-моє. Так, все. Включив точно? Да. Скільки раз було? Один. Блин, по ощущениям 35. Не, вниз несложно. А вот вверх, вверх, конечно, не очень. Слухай. А ну давай, дізни. А ну дізни, лягай. Зачем? Лягай, 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 лягай. Давай. Вот представь себе, как будто камера внизу лежить, а я над нею такой отжимаюсь. А ты мене знизу почтовхуєш. Понял? Как я вас подталкивать буду? У меня в руках камера. Ногами. Давай, давай. Знімай шкарпетки. Шишованого тарапета. Все готовы? Давай, давай, упирайся. Снимай. Я губернатор Егор Горькович Кутылов. Я принимаю челлендж. И раз. Давай, давай. Егор, Егор. Я что, уволила? Яна, это не то, что ты подумала. Это, это челлендж. Я бы тоже смогла, это челлендж. Я что, безрукая? Ян. Господи. Ой. Не, не, не. Все. Давай без отжиманий. Ну его нафиг. Ой. Хорошо. Давайте запустим социальный ролик. Шо, шо? Вы, в одиночку, уберете снежную дорогу. Так. Как вам такое? А шо, так и можно показывать? Да, это сейчас очень актуально. К тому же, мало кто может это повторить. Да ладно, я таких любителей, знаешь, сколько знаю. Ну ладно, если так оно можно, то пожалуйста. Белые дороги, белые дороги. А что вы делаете? Летали мои ноги, все белые дороги. Юрий говорит, что вы делаете? Шо, собираюсь убрать снежную дорогу самостоятельно. Или могу разделить на двоих. Да я имел ввиду лопатой. Ты шо, лопатой? Я тут чайную ложечку попробовал. Так мне само вот так убрало. Чтоб почки только вчера включились. Так шо, ты будешь, чи не? Убей, уберите ты немедленно. Начали. Я починаю цей иди в дупу челлендж. И починаю зи свого пиар-директора. Хорошо, хорошо. Другой челлендж. Как вам такой челлендж? Ставь ю маус. Шо за... Закрой свой рот. Да ты сам закрой свой рот, дубина. Челлендж так называется. Надо чем-то набить рот и с полным ртом передать эстафету своему другу. Слушай, давай я краще Яну позову. Яна, хоть сюды. У нее и краще получится. Яна. Да какая Яна? Шо, не? Вы должны в кадре. А Яна, отбой. Яна, хоть сюды. Яна, отбой. Хоть сюды, отбой. Хоть сюды, отбой. Прикинь, шо там зараз в приемной творится. Пока мы с вами ерундой маялись, вам еще один челлендж прислали. Який там? Вот, смотрите, пожалуйста. Значит, я, Иваница Олег Петрович, официально заявляю, что больше взяток не беру. И передаю этому эстафету Егору Григоровичу. Ну, ж як, якщо я прізвище не почув, значит, я челлендж не прийняв, правильно? Ну, то як с повесткой из военкомата. Если лично в руки не дали, то, ай, извиняйте, бананів немає. Ну, другие же увидят. Это же интернет. Точно, ё-моё. А ну, давай. Вони там в НАБУ вообще с ума посходили. Так, а ну, давай. Челлендж-ответка. Я почув челлендж від Олега Петровича и в свою чергу передаю на нього компромат. Однажды, 3-го числа, в сауне, значит, Дионис и Афродита. Олег Петрович. Егор, Егорич, шо? Зачем вам такой пиар, скажите? Точно, точно, не надо. Давайте лучше какой-нибудь свой челлендж запустим. Як то? К примеру, недавно был такой челлендж. Называется «Манекен». Так. Все замирали в героической позе и какое-то время стояли. Так, це ж бомба. Оце я можу. В героической позе. Да. Ага, давай, снимай. Давайте. Я починаю запускать новый челлендж. Все запустил. О, то то не челлендж, то челленджер. О, так и не долетел до этих слоев атмосферы. Открой окна. Ой. А вы не можете какой-то нормальный челлендж запустить, а? А че, этот такой был нормальный? Да какой-нибудь благотворительный. Перечислить деньги в какой-нибудь фонд и передать эту естофету своему другу. Идея классно. Ну, давай, чтоб денег не надо было платить. Давай. Ну, тогда обливалки, брызгалки. О, так у меня ж є то, як я там холодною водою обливався. Ты, шо, не запустил его в интернет? Конечно, нет. Такой нельзя людям показывать. Надо ж было в трусах обливаться. А шо, сильно видно, шо без трусів, да? Ну, до холодной воды сильно. А потом не очень. Слухай, давай вот до холодной воды отрежем. И в интернет. Мені там стыдація нема чому. Григорь Григорьевич, ессіли ви сейчас не выполните какой-то челлендж, вас можуть уволити. Шо значить уволити? Я, ме жду прочим, губернатор. І в мої губернаторські обов'язки не входят ваші челленджи. Да поймите, сейчас время такое. Ессіли ви не будете исполнять свои обязанности, нічого страшного. А вот ессіли ви не будете участвовать в челленджах, це вже сусильна зрада. Не-не-не-не-не, нам такого не надо. Так, эээ... Ну ессі моєму народу надо, шоб я занялся якото фигнєй, я це зроблю. Зараз ми запишему сразу нескільки челленджей. Давай, щас. Небільшая розмінка. Уо! Ставьте мою муку! Два, три, отжимания! Раз, два, три, четыре, пять! Записал, вызывай швидку! Егор Егорьевич, у меня память в телефоне закончилась. Ходи, вызывай швидку для себя, ты! Городским трудом слушается дело по обвинению господина Крутенко, мэра города. Еще раз повторяю, мэра нашего города. На основании этих данных дело закрывается, подсудимый оправдан. Как это оправдан? Да этот человек ездил пьяным за рулем. И где сам мэр? Почему мы дело слушаем без него? Господин мэр вышел на минутку в туалет. Ему стало плохо. Вот соответствующая справка из Феофании. Господин адвокат, где мы, а где Феофания? И вообще, почему он третий раз выходит? Мы не можем начать процесс. Тишина в суде. Не каждый день мы рассудим. Может, человеку реально стало плохо. Да. Предлагаю заседание перенести. Не надо, не надо, не надо, не надо. Все нормально. Все нормально. Можем начинать. Разрешите, Ваша честь, я задам подсудимому вопрос. Да-да. Интересно, что вы делали в туалете? Господина мэра пошла носом кровь. И он останавливал ее всеми подручными средствами. В данном случае 100-долларовой купюрой. Кстати, всю кровь господин мэр сразу сдал в центр переливания. Вот справка. Молодец. Отлично. Подсудимый признается больным, и дело закрывается. Нет, 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 как это закрывается? Да у меня здесь обвинение на несколько пожизненных. А я бессмертный. Как Дункан Макклаун. Ладно, что у вас там? Выкладывайте. Вот, к примеру, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, мэр снес три ларька на остановке на своем джипе. Протестую. Протест принимается. Господин мэр боролся с незаконной торговлей. Ларьки не имели лицензии, поэтому господин мэр решил лично снести эти ларьки. Вот постановление со всеми подписями. А почему тогда господин мэр был пьян? Вот справочка. Да потому что в рамках борьбы с незаконной продажей алкоголя господин мэр объездил все ночные магазины города, скупил весь алкоголь и лично уничтожил его. Лично! Вот чеки и справки от нарколога. То есть наркотики у него по той же причине нашли? Совершенно верно. В рамках по борьбе с наркотиками. Вот, смотрите, ответственный мэр Крутенко. А я очень ответственный, да? То есть вы признаете, что снесли три ларька? Нет. Признаем. Признаем. Правда, администрация выделила деньги на снос только одного ларька. А господин мэр провел акцию. Три по цене одного. Акции ларька? А остановка, в которую потом он въехал? Это бонус к акции. Бонус. Там же были люди. Правильно. Потому что у господина мэра была запланирована встреча с избирателями. Которая состоялась на остановке. Да после этой встречи двое из них встретились с Архангелом Михаилом. И уже там за все поблагодарили нашего мэра. Вот вправка из епархии. Пожалуйста. Угу. Так. Аминь. Невиновен. Дело закрыто. Подождите, как это закрыто? Нет. Я вам докажу, что господин мэр виновен. Господин мэр, отвечайте. А? Я не больной. Вольфсваген штангим циркуль. Ну вы же видите, ваша честь, он до сих пор находится в этом состоянии. Обвинение утверждает, он виновен. Не спешите с выводами. Предлагаю сначала выслушать свидетеля. Какого свидетеля? Путану Анжелу? Прежде всего она медсестра. Ну, то, что она была в костюме медсестры. Это еще ничего не значит. Вы знаете, в материалах дела указано, что когда-то свидетельница Филиппова почти поступила в медицинский институт. Ну, допустим. Ну, что тогда она делала на месте происшествия? Оказывала первую медицинскую помощь. Искусственное дыхание. Рот в рот? В рот в рот. Да она эту помощь начала оказывать за 200 метров до ДТП. Что и стало причиной аварии. Не правда ли, господин мэр? Вы что делаете? Это дача взятки должностному лицу при исполнении. Это еще одна статья. Господин мэр, с вами все в порядке? Нет. Может быть, мы перенесем заседание? Да, давайте где-то на годик. Нет, я протестую. Протест отклоняется. Нет, я еще раз протестую. Еще раз отклоняется. Давайте хотя бы пригласим потерпевшего. Потерпевший! Вы хотели сказать свидетель? Какой же он свидетель? Он потерпевший. Посмотрите на него. Он весь в гипсе. Ну, голубчик, ну. Вы знаете, я действительно забрал заявление. Теперь я свидетель. Свидетель, рассказывайте суду, что вы видели. Я сидел в своем ларьке, когда неожиданно начался его демонтаж. И собственными глазами видел, какую пользу нашему городу принес наш мэр. Так сказать, прочувствовал улучшение на себе. То есть у вас нет претензий к господину мэру за то, что он снес ваш собственный ларек? Какие претензии? Вы что? Я благодарен мэру. А мой ларек, оказывается, был в аварийном состоянии. И мог упасть мне на голову. О последствиях я даже думать боюсь. О мои дети. Но у вас же из-за этого въезда все переломано. Неправда. Из-за въезда я только испугался. А руки и ноги у меня переломались потом. Сами. Я просто долго не мог понять, что это мэрская программа по сносу мафов. Но благодаря Егору Григорьевичу и его доблестным охранникам я это понял. Спасибо вам, Егор Григорьевич. Врачи сказали, что я вашу доброту не забуду уже никогда. Видите, благодарные горожане. Неправда. Основываясь на данных заявлениях, я хочу спросить у подсудимого. Хочешь меня? А? Давай, раскидаем все эти бумажки и займемся прямо здесь этим. Ну, как ты меня хочешь. Господин мэр, отвечайте. Во всех позах? Что значит во всех позах? Я спрашиваю, как вы нанесли телесные повреждения потерпевшему? Во всех позах? Ваша честь, но вы же видите. Господин мэр в неадекватном состоянии. Госпожа прокурор, я попрошу вас без оскорблений. Туки-туки, я дико извиняюсь. А кто меня вызывал? Егор Григорьевич! Анжелка! А, ёшки, вот трюш! А что же вы не сказали, что это вы меня вызываете? Я бы с собой таблеточку Ваньку-Встаньку взяла, чтобы это... Не, 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 не надо, Анжелка. Я сейчас под другими таблетками. Я спешу вам напомнить, что вас вызвали в суд для дачи показаний. Слышь, прикол, с дачи сразу на дачу. Только я хочу предупредить, пока мне за часть вперед не заплатить, я никому ничего давать не буду. Справедливо. Свидетельница Филиппова, ждите, когда нужно будет в суду, к вам обратятся. Ваша честь, можно я продолжу? Не вижу смысла, но продолжайте. Когда приехала полиция, господин мэр пытался скрыться с места происшествия и сбил двух полицейских. Протестую. Протест принимается. Господин мэр проверял полицейских на прочность и реакцию. Так сказать, провел вторую переаттестацию? Переаттестацию, да. Да один из них уже не пройдет переаттестацию никогда. Ну не драматизируйте так, у него просто не будет детей. Эш, Репзя, я это самоизвиняюсь, меня еще минут так десять, никто не будет допрашивать. В чем дело Филиппова? Да это самое, мне поработки вызывают. Что значит поработки? У нас здесь дело слушается. Малая, ну гомонись, я недалеко, я на третий этаж. Мать, ну я к председателю, ну к Сергеевичу. Ладно, Филиппова, идите. Ага, все, ребятки, через десять минутах буду, да, хотя кого обманывать, через три буду. Давайте. Идите. Я продолжу. Пожалуйста. Вы даже не можете представить, что было дальше. Дальше господин мэр встретился с пенсионерами. О! Где? В борделе? Ну, сами понимаете, люди этой профессии уже в тридцать выходят на пенсию. Кстати, встреча прошла в очень теплой и дружественной атмосфере. Очень теплой. Да, мы все видели это видео в интернете. Ты лайкнула? Почему потом охранник господина мэра избил охранников борделя? Да потому что городской администрацией было одобрено проведение чемпионата по рукопашному бою в два часа, 17 числа по указанному адресу. Вот протокол со всеми подписями. Тогда почему потом господин мэр избил своего охранника? Да потому что это был финал соревнований, в которых господин мэр одержал заслуженную победу. Да он выстрелил ему прямо в ногу! Правильно! Потому что в два часа 30 минут как раз начался чемпионат по стрельбе в ногу. Также одобренный городской администрацией. Вот, пожалуйста, грамоты и медали. Все прилагается к делу. Пожалуйста. Так. Ну что ж, суд выслушал обе стороны. Теперь слово предоставляется подсудимому. Егор Григорьевич, давайте так, слово вам и по домам. Можно водички? Спасибо, братан. Вы все большие молодцы! Профессионалы! У меня такого корпоратива в жизни не было! Вы все так реально отыгрываете! Прям веришь! Вот это вот прокурорша, прямо идейная сучка такая! Прямо грудь колесом и прет как танк! Все, сегодня едешь со мной в клуб! Судья, ну прям типичная такая баба! И я тут, конечно, слизняк подлинненький такой! То, что надо! Вот единственное, что вот по поводу инвалита. Ну, не доигрывает он! Ну, не верю я, что это вот реально человек сидит, и у него переломаны руки! О, вот так вот играй с самого начала! Молодец, дай пять! Ну все, все, не переигрывай! И, конечно же, огромное спасибо за чебурашку! Это прям находка! Посоветую губернатору! Все, до скорых встреч! Ваша честь! Какой еще чебурашка? Да он что, издевается над нами? Мы в конце концов когда-нибудь посадим этого мэра? Или он прям на своем джипе должен в наш суд въехать для этого? Ты прикинь? Вообще, еду себе спокойно задом, а тут суд! Запиши, слышь, прокурорша, в протоколе, что за рулем был не я, а чебурашка! Да это уже переходит всяческие границы! Встать! Я готова огласить решение суда. Суд постановил. Виновен чебурашкам. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Спасибо! О, ось тут, будь ласка, печаточку, будь ласка, опа, хорошо, дякую. И вот еще одну, ага, вот сюда, хороший песик, хороший! Не волнуйтесь, а вы так, проголосуют они за ваш законопроект! Всем оставаться на местах, генеральная прокуратура! О, сука! Что вы сказали? Это я не вам, а я на собачку! А, мне нужен мэр города, у меня постановление на его арест. А скажите, а заступник его вам також нужен? Нет, заступник может идти. Ну, шо ж, тоди не буду вас задерживать. Ось, мэр, будь ласка, зарештовывайте, до побачення. Так, стоять! Я? Сидеть! Стоять! Вы будьте убережны с командами, бо мэр у нас дуже исполнительный. Вы хотите сказать, что это мэр? Так, це наш мэр. Вы шутите, да? Мэр-овчарка. Тобто, мэр-боксер, так можно. А мэр-овчарка, это значит шутка, да? Не, европейскому місту европейский мэр. В смысле? Овчарка ж немецкий. Вы издеваетесь, да? Не. Как такое может быть? Ну, как, как? Люди его обрали, та и все. Им не подобалось, как я ими керувал. А ось они его брали. Графа Григоровича. Ну, как они могли избрать собаку? У него была предвиборная кампания сильнейшая. Лозунги прям такие влучные. Той, ээээ... Досить давати на лапу. Ээээ... Цих чиновников выведемо як блог. Сучку в будку. Вы что? Дуже влучно, дуже. А что ж с такими лозунгами вы не победили? А люди кажут, что я злый. А ему народ подивился на нёба, а воно розовенькое. И все сказали, будет добрый у нас мир. Так добрый. Ага, я понял. Где его хозяин? А нема у него хозяина. Он без партийный. Самовыдвиженец. Подождите, ну на нём же ошейник, значит он чей-то? Ой, только не надо вот это вот. В Верховной Раде тоже не у всех ошейники. Но это не означает, что они не чьи. Правильно? У каждого есть свой хозяин. И у вас, и у меня. Правильно? Хороший. Хорошо, допустим, мэр собака. Так. И вы хотите сказать, что это он украл 3 миллиона долларов на дорогах? Можете ничего не відповідати без своего адвоката. Ничего не буду. Ах, вы издеваетесь? У меня десятки жалоб от бизнесменов. У них отжимают предприятия. Как собака могла сжать завод? Дуже просто. Пришёл, пописяв, и всё, его завод. Он уже так півміста помітрит. А это точно не вы сделали? Ні, 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 ні. Вы шо, я пробував, пробував. У меня я тільки до кінця вулиці выстачаю, и всё. Вот кто у нас мэр. Хорошо. Допустим, это мэр. Допустим. Допустим. И как он руководит своими службами? Через електронну пошту. Мэр Собака, Собака, Укрнет. О, мэру дзвонять. Гау-гау. Гау-гау-гау. Чотири мільйони гау-гау. Двенадцатого числа. Гау-гау. І я вас гау-гау. Денис Семенович дзвонил, я сказав, шо все буде гау-гау. Так, мне нужно ознакомиться с вашей документацией. Немедленно вызовите ко мне вашего главного бухгалтера. А шо її вызывать? Вона завжди зі мною. Ось вона. А ой, знаємтеся, Лариса Петрівна. Что? У вас бухгалтер крыса? Так, вони всі однакові. Тоді я, тим більше, не розумію, як люди могли б проголосувати за собаку, у якій бухгалтер крыса. Ой, та у нас такий електорат, знаєте, в тих виборах проголосували за коммуніста. А зараз люди, коли знали, що буде собака, то сказали, краще собака, ніж коммуніст. Хорошо, допустим, собака, мэр, і як він руководить? Все просто, все дуже просто. Ось у нього тут є і опозиція, є у нас усе. А, то є все-таки був хтось там попротив, да? А як же ж, усе? Опозиція, ну, хажіть, опозиція, гей, мовчать. О, доброго дня, хто к нам прийшов? Заходьте, заходьте, не стесняйтесь. А це ще хто? Знайомтеся, начальник поліції міста. Чесно кажучи, при кожному шухере ноги роз'їжджаються. То є у вас начальник поліції козел? Так про нього люди кажуть в місті. Давайте ви трохи пізніше підійдете. Дякую, дякую, щасливо. Вы, вы ще скажіте, що у вас в горсовете не депутати, а кролики. Не-не-не-не-не, кролики тут дуже дорого. Хомячки. Дуже удобно. 32 штучки у нас. О, вже 33. Так, ви давайте мені тут штатне роздувайте. От животне жрут-срут і розмножаються. Все як у Києві в Верховній Раді. Блин. О! Граф Григорьович, я по поводу, ну... А це що ще за петух? Це заступник мера з питань ЛГБТ. Давайте ви зайдете, коли нікого не буде. Добре? Вічно нас взаду оставляють. Подождите, а хто у вас тогда управляє ЖКХ? ЖКХ у нас управляє пісєць. Не бачили? Повненький такий. Він, до речі, отвечає, що за освіту і за медицину. Тобто, у вас везде полний пісєць, правильно? Правильно. Майже усюди. А за дороги хто отвечає? За дороги, крот. Все як у Києві. Сліпий ри, де попало пробки огромні. Так, це какой-то бред. Це бред какой-то. Я вас арестовую. І вас, і зама. Там розберемся, хто із вас хто. Я вызываю ОМОН. ОМОН? Алло. Срочно, групу захвата в мерию. Да, с собакой. Вибачте, нічого не вийде. Бо той ОМОН с собакой. Собака, то його кум. Кум, кум. Кум його. Ага. Собака. А хто ж їх покрестил? Наш батюшка. Хто ж меру відкажет? Правильно? Цим замелька потрібна. Ідемте, Николай Іванович, идемте. Ну що ви сопротивляєтесь? Я теж не хочу роботати. Добрый день. Здравствуйте. Хотя, че це я з вами здороваюсь? Я так понимаю, надо с ним? Здравствуйте, уважаймий. А ви у нас кто? А, не говорите, я сам догадаюсь. Вы, наверное, глава банка. Да? Та, іще свиняк. Прав, я угадал? Угадал? Вообще-то мы из администрації президента. У нас встреча с мэром. А, ну да, все правильно. Свиняк из администрації пришла к мэру собаки. Все правильно. А вы знали, что мэр собака? Нет? Не знали? А вы тоже собака? Нет? И он не собака. А я собака. Николай Иванович, что это? Объясните мне, пожалуйста, Егор Григорьевич. Это у нас проверка ГПУ, и, по-моему, мы только что успешно прошли. Ну да. Ну что ж, давайте пойдем это отметим. Напьемся до поросячьего визга. Вот то ж. Пидемо, пидемо, браво Иванович. Николай Иванович, поднимайтесь, дорогой, мы идем, мы идем, мы хорошие. ...на своих местах, это отдел по борьбе с коррупцией. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы сказали... Чай, кофе, новые должности. Ну вы пока думайте, мне нужен телефонный разговор закончить. Ну-ну, ты говоришь, 20 соток на берегу моря. А почему так дорого? Княжеский дворец. Слушай, ну, давай два. Да, покупаем, покупаем. На чем мы остановились? Отдел по борьбе с коррупцией. Так. Вы имеете право на адвоката. А что вы как-то скуксились? Вот начали так хорошо, бодро, а сейчас что-то бе-бе-бе-бе-бе-бе. Да просто вы как-то странно реагируете. Обычно, когда мы забегаем, люди начинают в панике. Деньги есть, документы, а вы как-то... А я наелся. Прям до изжоги, вы знаете, ребята. Так, мы год за вами следили. У нас есть оперативная запись, пожалуйста. Ну-ка. Так а скажите, сколько надо заплатить, чтобы закрыть дело Каняева? Каняева, это будет... Это обычно по такси, 10 тысяч долларов. Да? А что вы так смотрите? Да, дешево. Ну, дело плевое было, вы знаете, ребята. Вот когда я взял 15 миллионов по курсу 8, о-о-о, вот это было, конечно. То есть сейчас вы подтверждаете факт взятки? Конечно, это все-таки рекорд, который никто не перебил. Вы что, ребята, не выписываете? Вестник прокуратуры, что ли? Какой вестник? Какой прокуратуры? Сейчас, одну секундочку, ребята. Жена звонит. Вы тут обыскиваете, обыскиваете. Да-да, что тебе нужно? Гривны? А ты где? Дома? Тогда поднимайся на пятый этаж. А, только три этажа? Ой, слушай, а ты где? А, в квартире. Подожди, а в каком городе? А, район? А, это тот дом, в котором мы все квартиры купили. Понял, да. Слушай, а что видишь перед собой? Моя золотая статуя. Ну так это в каждой квартире. Что еще? Вертолетная площадка. Все понял, сориентировала. Значит, идешь сейчас по коридору, там будет золотая комната. Ты ее проходишь. Потом будет янтарная, ты ее тоже проходишь. Там будет кладовка. Не-не-не-не, эти деньги не бери. Это для камина, это меченые. Вот, видишь, сейф. Да, 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 да. Код, дата моей первой взятки. Все, целую, давай, пока. Ну что, ребята, как успехи? Есть успехи. Так. Мы тут посчитали, здесь три миллиона гривен. Ровно? Да. Спасибо, ребята, что посчитали. Никак руки не доходят. Слушайте, а можете еще вот этот пакет с рублями посчитать? А зачем вам российские рубли? А что, прокуроры не люди, что ли? Вы что, думаете, мы в туалет не ходим? Так, мы вам подкинули меченые купюры. Где эта пачка? Да, да, сейчас где-то... Вот же она, стол подпер. Вы знаете, шатается. А на новый стол в бюджете денег нет. Ну? Вы взяточник. И? Думаете, на вас управы нет? Управа есть. Пишите. Так. В лесу есть дуб. Ага. В дубе дупло. Дупло. Пишите. В дубле сундук. Так. В сундуке утка. В утке заяц. В зайце яйцо. И в яйце компромат на меня. Мы передадим дело в суд. Какой? В печерский. Брату. В шевченковский. Свату. Областной. Кубу. А в Украине много областей. Да. Например? Черниговская. Ай. А-а-а. Не люблю с тещей договариваться, но придется, придется. Вот это хорошо. Это что такое? Это, ребят, не вам, это на залог. Четыре чемодана? Да, мне обещали, что меня будут четыре раза арестовывать и четыре раза отпускать под залог. А мы сделаем так, что вас не отпустят, потому что в стране должен быть закон и порядок. Вот это правильно. Я тоже за порядок. Порядок. Здравствуйте. Ой. Я позже зайду. Да нет, о чем вы говорите. Это антикоррупционный отдел. У них там какая-то операция. Ну, что вы хотели? Я хотел вот деньги, чтобы закрыть дело. Какое дело? А то я сейчас деньги возьму, дело не то закрою, да? А потом будет бардак. А вам нужен порядок, правильно, ребята? Да. Да. Нет. Что вы себе позволяете? Ребята, я же вам не мешал. Вот и вы мне не мешаете, пожалуйста. Какое дело? Селезнева. Селезнева. Все хорошо. Все, идите. Все в порядке. Ну-ну. Продолжим. Мало того, что вы взяточник, вы еще и преступников покрываете. Да. Каких? Ну-ка, расскажите. Ваш сын сбил пешехода. Ну? Что ему было за это? Ну что? Отругал его, всыпал по первое число. И отпустил. Он же ни в чем не виноват. Как отпустил? Как не виноват? Ну, а в чем виноват человек, если он просто переходил дорогу? Ну? Егор Григорьевич. Да? Вам тут передали. Да. Так, стоп. Что в коробке? Заинтересовались? Тогда давайте сначала. Яночка, давай. Таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Таран-тан-тан-тан-тан. Таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Эй! Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Да тут и думать нечего. Там доллары ворованные. Это окончательный ответ? Да. Вы поддерживаете? Да. Очень интересно. А вот и нет ворованные евро. И приз уходит прокурору в Киевскую область. Так, хватит. Да-да, скажите, хватит, чтобы нанесли сегодня. Ну-ну, договариваться давайте. Вы кем хотели стать в детстве? Полицейским. Нет, с вами не получится. А вы? Космонавтам. Поздравляю. Завтра у вас первый полет с Байконура в восемь утра. Вы что, деньги предлагаете? О-о-о, а за догадливость вот еще и бонус. Ну? Это ж сколько здесь? Ну, где-то 140-150 лет вашей месячной зарплаты, ребята. Какая разница, сколько там? Это взятка? Нет, это не взятка, это другая жизнь. Ты что, не понимаешь, он нас проверяет, да? Да. Ну, если это не проверка, я тебе этого никогда не прощу. Заберите ваши деньги. О-о-о, а это поступок. Честность нужно поощрять. Ну-ка, давайте-ка я вам напишу сейчас повинную. Пишите. Попробовали, сколько брали, кому давали. За время своей службы я брал взятки в размере один ноль, 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 ноль. Дайте листик вот этот, пожалуйста, ноль, 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 ага, спасибо. Вы пересаживайтесь, это надолго. Ноль, 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 ноль. Так, вы издеваетесь над нами? Немножко. Вам придется проехать с нами. К сожалению, не могу. Почему? Не хочу. Как это? Яр Григорьевич. Вот, пожалуйста, смотрите, это справка о том, что у меня в данный момент инфаркт. Вот это. Я сейчас прохожу реабилитацию. А это подтверждение иностранных специалистов. Ну? Так, вы так не отвертитесь просто. Мы у вас нашли в кабинете вот камушки. Пожалуйста, денег. Столько, что три месяца считать надо. И еще ваш сын сбил человека. Вы арестованы. Яночка, код 112. Одну секундочку. Здравствуйте, Егор Григорьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой. Большое вам спасибо за то, что вы сохранили наши пенсии. Вы знаете, пенсии за 15 лет всего района. Дай Боже вам здоровья, счастья, семейного благополучия. Я их забираю. Конечно, конечно. Вот видите. Пенсии. Пенсии. До свидания. Егор Григорьевич, наша вам с кисточкой. Ну что, здравствуйте. Ой, спасибо. Спасибо, что сохранили наши камушки. Это ваши бриллианты? Ну какие бриллианты? Это слезы всего еврейского народа. Что вы мне говорите? Я тот мужичок, которого ваш сын на перехрестке сбил. Как вы мне помогли? Я же раньше такой горбатый ходил, а потом он мне раз и позвонок вправу. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Поздравляю. С выздоровлением. Спасибо. Счастливо. Ну, что скажете? Вы думаете, мы на вас управы не найдем? Не думаю. Знаю. Пойдем к какому-нибудь коррумпированному ментам мусорку кинем. Это правильно, ребята. Удачи! Господа коррупционеры, взяточники, казнократы. Вы катаракта на глазу нашего народа. Вы цирроз в теле нашей Родины. Вы огромное жирное пятно на карте нашей страны. Именем государства вы приговариваетесь к расстрелу. Приговор будет приведен в исполнение незамедлительно. Прощайтесь с жизнью. Вы знаете, я как-то совсем по-другому представлял себе конец эпохи бедности. Если они с нами такое творят, представляю, что они с бедными сделают. Я не понял. Это что, нас как собак расстреляют? Нет, что вы? Собак уже не расстреливает никто. Собаками можно за газ платить теперь. А вас за что суда? А, там, там. Материальную помощь выписывал премии себе. Много? Ну, получается, по максимуму. А вас-то за что? За взятки. Брали, давали? Одним давал, у других брал. они ему телефон прослушивали оказывается дурят и башка надо было через телеграмм общаться вот я все сделки только через телеграмм проводил вижу помогло тебе это коллеги коллеги на самом деле нам не нужно волноваться у них ничего не выйдет у них отцелевшие патроны да вы это откуда знаете вы знаете тендер на поставку патронов моя компания выиграла кстати именно поэтому я и здесь а вы все спокойный такой я у меня под рубашкой бронежилет вы знаете я тендеры на бронежилеты выиграл поэтому стоит волноваться слушайте я конечно за сокращение депутатов но не таким же способом то какое сокращение у меня даже паспорта украинского нет и как вас там гражданин начальник я все гражданин кипра у меня кипрский паспорт кипра тоже раньше не сказали коваль проводите гражданина другого государства когда можно было гражданство по другой купить нечего блажать и все эти коваль дорогой я не понял его чего вот так вот просто отпустят и все нет его утопят по закону о перемирии на иностранцев патроны тратить нельзя я ей я им просто так не дамся у меня в воротничке зашито капсула с ядом две минуты и все прощайте мужики отмучился скажите а я от минздрав заказывал да ну тогда скорее всего это мел с возвращением да какие мы коррупционеры я украл то всего один миллион всего миллион я прошу прощения господин главнокомандующий или как вас там я не хотел бы чтобы меня расстреливали с этим нищебродом можно мне подобрать какую-то расстрельную vip комнату с кальяном у меня ребро сломал вот такой бронежилет время вышло извините а можно попрощаться с женой 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 можно спасибо ты куда на мальдивы она на мальдивах я туда и обратно застрой слушайте а можно я с кумом который в мвд работает попрощаюсь нельзя а с тем который в прокуратуре нельзя а с тем хотя бы который в гбр вот с этим прощайся прощайте кум скоро увидимся я извиняюсь подождите уважаемый товарищ генерал офицер подскажите пожалуйста а вам что-нибудь говорит имя отчество антон валерьевич антон валерьевич говорит вчера у нас был а юрий владимирович а завтра будет а павел иванович а вот этого не знаю запишем запишите запишите ну что вы меня отпускаете я же вам уже стольких людей сдал столь строй тогда запишите вот этого гниду дмитрий леонидович вообще-то я здесь я прошу всех прощения это не честно я же воровал через сайт прозора пускай меня через сайте расстреливают стреляй стреляй если тебе 1 миллион долларов не нужен стреляй если 3 миллиона тебя никак не греют стреляй гнида если 5 миллионов для тебя пустой звук что он делает торгуется солнцеликий инквизитор боже может вас на секунду скажите может быть вам интересно элитная квартира в центре киева 750 квадратов это только лоток для кошки но можно интересует шахта в кривом роге прибыльная интересно 10 тысяч гектаров конча заспеха ну с этого бы надо было начинать вот держитесь теперь это все ваше отлично можете идти к жене к стене это пригодится государство возвращение подождите ну почему почему сразу расстрел может хотя бы в тюрьму для начала нет но я согласен действительно но а почему расстрел почему например не электрический стул мне кажется это гуман не гуман не вы знаете сколько сейчас электричество стоит не каждый может себе позволить электрический стул я так понимаю газовых камер точно не будет отделение отставить да товарищ генерал понял выполняю что гады везет кому-то из вас тот из вас кто исполнит гимн украины будет свободен третий куплет а отеля нету подождите но я же такой молодой я я здоровый я я могу работать я могу приносить пользу своей стране например ремонтировать дороги а не надо их уже ремонтировать как только начали расстреливать у нас не дороги сплошные автобаны ну тогда я могу садить деревья кустики не надо деревья перестали вырубать не страна сплошной парк неужели мы никак не можем быть полезны пригодитесь пригодитесь скоро пассивная удобрение нам нужны отеля нету одно радует я же завод на течу переписал ее получается тоже расстреляют да чуть не забыл как и в китае после расстрела вашим семьям придет счет за патрон сколько там стоит один патрон 10 миллионов сколько ну патроны же закупали по вашим тендерам вы подождите подождите а если они меня не сразу убьют а только ранят меня что прикладами добивать будут в таком случае вас отправят на лечение в ногу стреляй в ногу договоримся в государственную больницу в голову стреляй в голову давай ближе подходи ближе чтоб не промазали застрой извините опоздал не успел переодеться спасибо что подменил ну что сволота подонки взяточники и гостоокрады пришел ваш последний час ээээ господин из нафтогаза встаньте в строй к вашим коллегам привет 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 здраво привет и в следующий раз не опаздывайте в смысле в следующий раз он что бессмертный нет он из нафтогаза две платежки два расстрела а отделение тут сейчас стоите вспоминайте третий куплен алё что значит всех распустить 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 что вы куда звоните нет это не приют для кошек ваше место отделение тут а 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 вот пришел приказ об отмене расстрелов что отменить расстрелы а а и что мне с ними теперь делать отпустить отпустить всем чиновникам аннулировали счета через дня конфисковали имущество наворуем и сделали официальную зарплату три тысячи двести гривен а а сколько а привет что стоите стреляй 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 давай ё-моё что ты опять там придумал я сейчас вообще должен быть на Мальдивах меня ждет яхта две классные тёлки да какие тёлки какие яхты вы же губернатор ну вы обязаны поздравить область с новым годом и рождеством а что не хватит бигбордов по всему городу же поставили я же как раз рассчитал на весь отдых там это вот так стою с новым годом вот так вот стою с рездвом и вот так а и с Иисусом Христом а не это я с Дедом Морозом вот так вот стою вы должны лично поздравить область с новым годом и сказать что благодаря вам в области стало жить лучше что реально лучше да нет конечно а но ваша задача сказать о том что стало жить лучше слушай может просто да закажем бигбордов чтоб тебя там дал встречи в новом году с Иисусом Христом нет вы хотите остаться на послу губернатора в следующем году да тогда у меня для вас три новости одна хорошая другая плохая третья очень плохая ну ладно давай хорошую текста в обращении немного что там будет текст а ты ты что блин я думал как обычно ручкой вот так вот помашу и все на этом закончится ё-моё это что хорошая новость была какая ж плохая текст на украинском напугал ежа голой жопой ха-ха-ха-ха я тут недавно курсы украинского прошёл так что я можно сказать векладач украинской мовы а и и выпивать перед съёмкой не рекомендуется ё-моё я надеюсь это самая страшная новость нет самое страшное в том что это прямой эфир а понятно а что такое прямой эфир ну это когда сразу в телевизор что? нет стоп 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 я боюсь это основное условие Киева ну они там охренели в Киеве они сейчас ищут новых управленцев новых понимаете я то тут при чём ну? они хотят посмотреть как вы будете общаться с электоратом с кем? не важно блин ну ты что не знаешь боюсь я этих камер что вот этих вот что вот этих вот ну вот текст там ничего сложного прочтите кто писал? спичрайтер опять этот еврей пускай он сам это не читает я не буду я читайте там ничего сложного у нас до эфира минута сколько уголосна дотережна на администрации это шапка текст ниже там всё просто витаю вас с Новым Роком Резодом Христовым витает сына цей рік был важкий а наступный будет краще краще комунальнее мы снизим а зарплаты підвищимо ваш губернатор Если вам так сложно, можете перефразнировать своими словами Своими словами матюки вырежешь потом Какие матюки? Это прямой эфир Если вам сложно, запишите какие-то тезисы себе на руке Какой обычно я рукой пишу? Если вам сложно, давайте я Коммунальная зарплата, пенсии, медицина Я буду стоять рядом, вы меня будете... У вас нет волос, что вы делаете? Я буду стоять рядом, вы меня не будете слышать, но будете видеть Я буду постараться вам помочь Внимание, до прямого эфира осталось 10 секунд В эфире новины АСИТВ С прийдешним новым роком усих А зараз у прямого эфира свою область Та всіх украинців хочу привітати наступний губернатор Дивимось Велоситие! 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 Супер мой эфир! Выстайте! Выстайте уже! Улыбайтесь! Виталий! Виталий! Витаю! Ёлка! Витаю с Новым Роком! И с Днем Народження! Это что, российский канал? И с Рездвом Иисуса Христа! Цей рик! Цей рик! Цей рик! Ваши! 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 Цей рик! 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 Наверное, потому что... О, так у меня ж тут написано, а? Но я вам про це не казал. Коммунальные тарифы. Шо коммунальные тарифы? Шо коммунальные тарифы, конечно, здоровье у нас. Это все из-за меня. Не-не-не, конечно, не из-за меня, а благодаря мне. А их будут сплачивать и наведити. А, не-не-не, тики-диты, тики. Вы взрослые, взрослые. А сами тарифы взрослут. Я не буду это казать. Я не буду это казать, что у меня маленький. Пофиг, говорите, что хотите. Пофиг, пофиг, пофиг. Ну, да, у меня маленький. Но мне пофиг. Я не парюсь. А я не парюсь, потому что у меня заработная плата нормальная. Все. Я вам буду это казать. А и она будет перевышиваться. Все. А у нее не тільки у меня. У всех остальных тоже. У врачей. У врачей. У наркоманов. Врачей, 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 врачей. Ну, не тока у них, а еще и у... Врачей, врачей. У гомиков. Врачей. У покойников. И у сумасшедших. Ну, и у батюшек, конечно. А и у врачей. Врачи. Доплата за стаж. За стаж. Доплата. Ну, врачам, конечно, треба буде доплачувати. Зі свого карману. Потому что, если не доплачивать, то все, відвезут на цвинтер. Вы идиот. Что это я идиот? Да ты погано показываешь. Показывай так, чтобы мне не понятно было. И на кинець. Ах, хочется подняти этот бокал. Да, от широго сердца побожать. КОХАННЯ ВЕЛИКОГО КОХАННЯ Ах, крепкого здоров'я. Ах, з новим роком і веселих новорічних свят. Ах. Ах. Ну, и, как у нас скажут, аминь. Если не нам сообщили, то в Украину вітал колишний губернатор области. С Новым Роком. Что значит колишний? Ты? Ты что? Это из-за тебя? Стой! С Новым Роком.